Интересно, не надо будет пригибаться, да? Конечно. Прикиньте, да? Ты веришь в Бога, Серафима, а? Такое православное имя. Здесь у нас есть рисунки его, прямо. Вот. Как вам такая сделка? Так вот нифига себе. Ну а что? Да. Огромное бомбоубежище. Легендарный клуб Тоннель. Первый техноклуб в России. Если бы вы знали, мадам, как нас в этом цирке бьют. Это анекдот про крокодинчиков, которые летают по воздуху. Как всегда цейтнот, как всегда ничего не успеть. И сегодня мы начнем с вами вот с этой точки. Вот эта вот часовня в честь Александра Невского была когда-то павильоном цветы. Я это отлично помню, потому что я тут еще даже цветы эти покупал. А если бы мы посмотрели вот на это замечательное здание, но с обратной стороны мы бы увидели лежащую лодку и вообще последствия наводнения, которое происходило в 1924 году. А если бы мы посмотрели бы туда, мы вообще бы ничего не поняли, потому что там находится у нас памятник Добролюбову, поставленный в рамках Ленинского плана монументальной пропаганды. Я вот каждый раз спрашиваю у людей, вы как бы, ну, читали Добролюбову вообще? Знаете, кто это такой? Я уж молчу про всяких там остальных замечательных ребят, как Писарев и Чернышевский. А? Сжигалки нет, не будет. У меня сжигалки не курю. Сжигалок не ношу. Станция метро спортивная, когда появилась, это было целое настоящее событие. А когда ее соединили еще с Василия Островской, так это вообще труба. Почему? Потому что вот там вот долгое время «Зенит» играл. На стадионе Петровский. Напротив, я помню, продавалась квартира года три, потому что я очень часто ездил через Тучков мост и видел это объявление. И так я думал, вот, хата, ты можешь прямо смотреть футбол. Ну и, видать, возможно, они за это столько и зарядили. А на противоположной стороне мы сейчас его, может быть, увидим скрывающимся за деревьями. Находится дворец Порта Юбилейный. Это одна из трех таких градообразующих единиц, появившихся у нас к юбилею Великой Октябрьской Социалистической Революции в 67-м году вместе с БКЗ непосредственно Октябрьским и гостиницей Советской на Леронцевском проспекте. Они все вместе, соответственно, были построены. И с тех пор, чего там только не происходило, какие только концерты я там не смотрел. Например, концерт прекрасного ансамбля на Ineach Nails, как сейчас помню. Ну а экскурсия у нас сегодня посвящена человеку, который вряд ли предполагал, что его именем будут называть Скверы, что про него на Первом канале будут снимать документальные фильмы. Хотя, возможно, он где-то там в душе и грезил, потому что этим... Потому что, ну, мы все хотим немножечко Vanity Fair, немножечко славы, особенно когда ты рок-н-ролльщик. Но поскольку группа кино очень серьезная и не скрывала это, тырила и имидж, и некую музыкальную идею пребывания в медиасфере у группы Duran Duran, то вот я решил сегодня таким образом нарядиться, подчеркнув, так сказать, дань уважения как к группе кино, так и к выше озаглавленному ансамблю. Местность, по которой мы с вами идем, называлась, ну и сейчас, в принципе, называется Макруша, хотя, конечно, это старое название. Вряд ли кто-нибудь, кто ходит вот в эти вот офисы, так говорит, что я поехал на Макрушу. Мне тут недавно даже, когда я вот анонс экскурсии вывешивал, спросили, что такое Макруша. И одним из, естественно, центральных объектов этого маленького городского региона являлся вот этот вот собор. Макруша, почему? Потому что подтапливалась постоянно эта территория, следствие наводнений, но вот кое-какие фотографии я вам уже даже показал. Это князь Владимирский собор, встроенный, перестроенный. Его кто только тут и не строил. И Ринальди, и Зимцов, и еще несколько замечательных ребят. Если мы посмотрим на вход в это прекрасное здание, то мы увидим с вами орден. Орден Святого Владимира. Это последний по, так сказать, градации орденов в Российской империи, и он, как и многие из них, был четырех степеней. Так вот, четвертая степень этого ордена, она зачастую выдавалась за... Ну, то есть, этим орденом четвертой степени награждались люди зачастую те, которые преуспели в благотворительной деятельности. Чем часто пользовались купцы? Московские, особенно стареобрядцы. А поскольку награждение этим орденом еще давало вам право потомственному дворянству, то вот в начале 20 века был издан указ, согласно которому дворянство присваивалось только личное. Чем отличается личное потомственное дворянство? Тем, что личное дворянство вы вот получили и все. Вы дворянин, ваши дети нет. А потомственное дворянство, это и ваши дети, в том числе, тоже дворяне. Мы не пошли, нам надо в ту сторону. Я вспомнил. Я вспомнил. Мой внутренний навигатор подсказывает мне, как идти. Ну и, соответственно, у каждого ордена был, так сказать, орган управления, капитул. Вот у нас есть Андреевский собор, например, на Васильевском острове. Он, соответственно, капитальный собор ордена Андрея Первозванного. Ну, спасибо, КЭП, Александр Невской лавре, тоже у нас собор, понятно, какому ордену посвященный. Ну, а вот здесь собирался, соответственно, капитул Владимирского ордена. Ну, и в день официального праздника сюда приходили кавалеры этого ордена и отстаивали службы. То есть, такая была в то время традиция. Чем еще характерен этот собор? Тем, что он не закрывался во время Великой Отечественной войны. И здесь, на самом деле, не все обращают внимание, но если приглядеться, мы вот сейчас немножечко потопчем этот газончик. Я думаю, нас за это не застрелят. Здесь висит мемориальная доска. Редкий случай, когда она удалась и с точки зрения дизайна, и с точки зрения шрифта. То есть, хорошо читается. То есть, в 1945-1945 год князь Владимирский собор и его прихожане стали жертвами фашистской бомбардировки 4-го, на 4-го, 1942-го. То есть, обстреливался этот собор. На самом деле, собор обстреливался не потому, что он даже может быть собор. Во-первых, у него есть высотная доминанта, колокольная. Ну и плюс, в принципе, немцы очень любили бомбить места скопления людей. А люди, конечно же, сюда ходили. Несмотря на атеистическую повестку дня, несмотря на то, что бога нет, бла-бла-бла. Но в блокаду, я все вот хочу снять выпуск про неудобную блокаду, и все мне как-то морально не собраться к этому. Поскольку было огромное количество вопросов, на которых не было ответов. Например, почему наша краснознаменная армия, которая всех сильней, и танки наши быстрые, вдруг терпит такое поражение, почему враг оказался уже в сентябре у ворот, и вообще, ну, почему не были предприняты надлежащие меры. Потому что, когда война началась, все были уверены, что это, ну, нет, ну, две-три недели, сейчас мы этих фашистов, фух, и сметем. Ну, не все, но большинство. Вот. А этого не происходило, и началась вот эта жесточейшая зима, 41-42-го года, и люди, конечно, приходили в местные храмы, ну, и надо отдать должное настоятелям, они, ну, как могли, их утешали, потому что, к сожалению, иногда в определенной ситуации, мы знаем, что доброе слово, и кошке приятно, а уж, когда вокруг смерти нечего есть, и голод, и все такое прочее, то вот, ну, как пел Егор Летов, не бывает атеистов о копах под огнем. Здесь у нас, с этой стороны, раньше стояло огромное такое здание Института прикладной химии государственного, ГИПХ, он назывался, с такой чудесной советской мозаикой. Значит, его благополучно снесли и стали строить набережную Европы. Значит, за нее был, ну, такой, такая битва за нее была, потому что хотели, конечно, именно набережную, ну, то есть, такое а-ля московское зарядье. Но, как вы видите, по возводимым корпусам что-то как-то московским зарядьем вообще ни разу не пахнет. То есть, понятно, что вот здесь вот бизнес-центр, у меня в компании Реалвеб, там одно время был офис, и я смотрел на эту прекрасную лужу, которая там разлилась. И все надеялся, что вот здесь у нас будут такие же там тропиночки, вот это вот все, вот это вот Собянинское в центре Москвы, то, что находится. Но, увы, и ах. И, в общем, я даже не знаю, на сколько этажей вознесутся эти конкретно здания, потому что жители вот этих вот домов, они в какой-то момент оказались в очень выигрышном положении. Раньше перед их окнами стояла вот эта махина советская, значит, гибха, а потом ее снесли, у тебя хренак, ты живешь на третьем этаже, а у тебя видовая квартира вдруг образовалась, то есть ты смотришь на противоположный вообще берег, на Васильевский остров, у тебя вид на воду, ну и, соответственно, конечно же, это приятно. Вот не знаю, насколько теперь им будет приятно, когда перед окнами опять возводят вот такие вот чудесные, в кавычках, истории. Ну, а я периодически там буду рассказывать, я вообще-то очень долго думал, как рассказывать про Виктора Цоя, потому что про него куча всего снято, куча всего написано, значит, все, кто был причастен и не был причастен, дали миллион интервью о его персоне. И надо сказать, я сразу этот тезис обозначу, я уже как-то озвучивал в своих экскурсиях, так, что, на мой взгляд, Цой вовремя умер. Вот прямо на взлете, то есть, когда такое происходит, это история не только про Виктора Цоя, то он действительно там в сердцах, головах, душах и всем остальном остается, ну вот, таким слепком эпохи, да, человеком, голосом поколения, как угодно это все дело называете. Что и произошло. Мы сейчас идем вот сюда. В этом дворе есть тоже уникальная ситуация, когда домовладелец постарался придать, ну, какой-то более-менее интересный вид даже внутридвором. Территориям обычно, как я очень часто показываю, на эту тему не запариваются. А здесь, посмотрите, какая богатая лепка и недавно вот, пожалуйста, привели более-менее в порядок, как могли. Ну, а вот это здание, оно не очень в порядок было приведено, конечно же, что поделать. И вот, начинается вот такая вот история. Смотрите, видите, труба, сейчас это Газпром, Лен-Петербург, теплоэнерго, это все бывшие котельные, ну, в смысле, они не сейчас котельные, да, но у Петроградки, у нее есть такая особенность, здесь огромное количество, соответственно, газовых колонок на кухнях, ванны на кухнях, и, собственно, вот эти все котельные, они для внутреннего потребления, то есть, они обеспечивают либо дом, либо какой-то вот окружной ареал домов, да, это мы говорим уже про центральное отопление. И поэтому, раньше же как происходило, по старинке, да, надо кидать уголь, потом это все было модернизировано, но вот то время, про которое мы будем говорить, там еще народ лопатой работал. Вот здесь очень интересная ситуация, потому что у нас, ну, во-первых, такая высокая вентиляционная шахта от бомбоубежища, но если мы посмотрим вот на эту стену, то мы увидим там окна, видите, косо-криво врезанные, но врезанные. А сейчас я вам поставлю картинку, фотографию, которую я нашел, и показано, что на самом деле вот боковых окон еще и нету. То есть, это к вопросу, вот когда они, то есть, это фотография 1994 года, да, то есть, к вопросу, когда врезались эти окна, да, меня часто спрашивают, потому что я напоминаю, это Брандмауэрная стена противопожарная, где окон по правилам технологии по технике безопасности быть не могло и не должно было. вот 90-е годы, это прямо золотой век этих вставок, когда ты мог официально или неофициально, занеся определенную сумму, это сделать. Очередная антисанная решетка, видите, находится в таком небольшом закутке, но вот здесь что-то проделанное отверстие, наверное, для больших кошечек. И мы с вами сейчас выходим на улицу имени гениального изобретателя нашего советского, имени Яблочкова. Вот отсюда вид на прекрасный Владимирский собор открывается. Дело в том, что эта улица сначала называлась Успенской по церкви, которая стояла на месте Владимирского собора, потом она называлась Грязной, и потом в 1922 году ее решили переименовать в честь Эдисона, изобретателя. Почему не Попова? Очень странно, кстати. Это советская власть причем, да? Поскольку на Окте была еще одна Грязная улица, то переименовали ее в Эдисона. Так вот, в 1928 году специально еще указ издали, что нет, именно эту, которая еще называлась Малоточной, поскольку здесь завод Малых Токов располагался, значит, вот, назвать ее Эдисона. И вот она была Эдисоном, улица Эдисона, а потом у нас настала пора борьбы с космополитизмом. Вот со всеми вот этими, да, не дай бог у нас там, значит, салат Оливье, французская булка, кафе Норд, это все в баню, да, теперь у нас салат Столичный, городской Батон и кафе Север. Ну и вот эту улицу, соответственно, переименовали в улицу Яблочкова, абсолютно достойный человек, прекрасный, из-за чая Яблочкова, бла-бла-бла, русский свет было такое понятие во Франции, когда он там жил. Но, сам, соответственно, сама тенденция, она очень показательная. Я вам сейчас подставлю тут несколько, парочку фотографий, как, значит, работники завода имени Кулакова идут на демонстрацию, и у них там в руках прекрасные, значит, экспонаты, транспаранты с Брежневым, еще с чем-то, да. А сам этот завод имени Кулакова располагается по правой стороне. Вообще, изначально, это завод Гесслера. И, значит, вообще, кто такой Кулаков? Это один из столяров, который участвовал в штурме Зимнего дворца, ну и потом, соответственно, погиб благополучно в боях. и почему он столяр, хотя они производили здесь, например, телефоны, телефонные станции, потому что, если вы посмотрите на фотографии старинных этих вот телефонов, очень часто, особенно там военные или морские переносные станции, они в таких деревянных коробах, поэтому столяры были нужны. В общем, это вот прекрасный немец. Вот если мы посмотрим на это замечательное сооружение, являющееся, кстати, памятником промышленной архитектуры, и на старую фотографию, то мы увидим там, собственно, бренд, написанный наверху. Они начинали вообще на Почтамской, там с двух верстаков трех тисков, чинили там аппараты телефонные, аппараты Морзе, и потом начали разрастаться, и приехали сюда, выкупили эту территорию, построили здесь сначала один корпус, вот это более поздний корпус, уже, ну, представляете, да, вот так вот раньше делали в фабрике. Им, конечно, очень сильно повезло, потому что, ну, во-первых, там один из компаньонов, он придумал и запонсетовал, значит, один из видов коммутаторов, потому что раньше ЖКК звонил, алло, барышня, и там, типа, соединитель, вот они эти коммутаторы здесь делали, ну, а потом они подсели, конечно же, на военную иглу, то есть, как бы мы сейчас сказали, получили тендеры от Министерства обороны, и начали очень неплохо на этом зарабатывать, производство разрослось, поставляли они, соответственно, станции связи и для военно-морского флота, помнишь, там где-то кто-то нарисовал что-то, да, в ЦОЯ? на Блохина. А, на Блохина, а, то есть, нам надо на Блохина дальше пройти, да, ну, пошли тогда в эти дворы. Он даже знает, тут просто недавно прошла, ну, новость о том, что очередная там какая-то, значит, во дворе, что-то такое, ЦОЯ, ЦОЯ, да, разрисован, я там не был еще, да, зато где я был, вот здесь вот, сейчас мы вам покажем, вот, ну, и, соответственно, все у них более-менее было, сейчас, кстати, пока идем, я построю чудесную фотографию, боевая дружина эсеров, там очень характерный, этот, слоган на заднем плане, про завод, давайте мы вот как сделаем, мы сейчас такой сделаем, кат, и я вам просто времени мало, чтобы здесь его не терять, я вам это расскажу прямо оффлайн, потому что оно того стоит, и покажу очень много интересных фотографий, с этим связано. Для начала, по поводу новых фресок с Фиктором Цоем на Блохина, ну, на самом деле, как выяснилось, они находятся с обратной стороны клуба Тоннель, куда мы во время этой проходки не дошли, но дошли чуть позже, и, если вы заметили, то за нами следуют две фотографини, Лида и Лена, и вот, собственно, перед вами несколько кадров, непосредственно Лены, к сожалению, некоторые граффити уже успели испоганить, там изображен не только Цой, там и мой любимейший, думаю, не только мой, Егорушка Лето, в царстве ему небесное, точно так же, как Виктору Робертовичу. Расцвет же самого завода имени Кулакова произошел еще в 1895 году, когда в компаньоны предприятия была взята американская фирма Western Electric Company. Именно в этом году, вот на этой бывшей грязной улице, и началось строительство завода по проекту архитектора Мульханова. Из всего перечня производимой продукции, таких как телеграфные станции Уинстона, индукторные телефонные аппараты, для нас более-менее понятны приборы пожарной сигнализации и приборы по управлению артиллерийским огнем, рулевые указатели, минные передатчики для морского ведомства. Указанный мною новый корпус был построен по проекту архитектора Кригера. И можете себе представить, что во время Первой мировой войны силами только этого завода были построены телефонные станции в Лебаве, Гворонеже, Херсоне, Ярославле, Николаеве, Херсонском, Смоленске, Архангельске и Перми. После 1917 года завод, понятное дело, был национализирован. Во время Великой Отечественной здесь изготовлялись пистолеты-пулеметы системы Дегтярева. Но самое главное, те самые вот тарелки, репродукторы Рекорд, с помощью которых ленинградцы узнавали новости. В советское время здесь производились игрушки, некоторые из которых я сам помню. Ну и что действительно радует, то, что завод по-прежнему в деле, по-прежнему обеспечивает нужды нашего военно-морского флота. Ну а мы с вами сейчас свершим небольшой кульбит вместо традиционного финала, когда я показываю проходку с экскурсантами под музыкальный трючок. И вы реально сможете заценить, как это выглядит в сопровождении людей и соло. То есть, когда я рассказываю конкретно вам и когда я рассказываю это своим экскурсантам. Ссылку, кстати, на песню, да и вообще на альбом под названием «Запах домашних атлет». Если что, можно посмотреть в описании под этим выпуском. И еще хочу сказать, что когда вы видите, как мои экскурсанты тупят в телефон, они не тупят в телефон, они рассматривают там картинки, которые я им закидываю по ходу пьесы. Это меня надоумил мой коллега Александр Усольцев из города Москвы, когда он был здесь в гостях. И я ему за это, конечно, премного благодарен. Теперь эту не очень-то сложную технологию использую практически на каждой своей экскурсии. Удобно и информативно. А для особо рьяных я хочу сказать, что, естественно, я оговорился, Яблочков не советский изобретатель, он жил, трудился на благо Российской империи, но я уверен, что особо внимательные уже отметились об этом в комментариях. Я знаю, твой язык достаточно остер. Сыпай воду в бассейн. Давно погас непригодный ни для чего костер. Остыл приготовленный Глинтвейн. Если бы я только был в состоянии о тебе никогда не вспоминать, Если бы я мог пронзать расстояние Или хотя бы летать. И сон, и я Меня Оставь Дай свой Ответ Когда тебя рядом нет Кому какое дело До того, что я чувствую? Не все ли равно, что там у человека в глубине? Но если у меня внутри вдруг что-то хрустнуло, то знай, что это произошло по твоей вине. Обеспеченной бессонницей и невозможность сидеть на месте. Потребность гулять по ночной столице. Я в таких случаях просто пишу свои песни Или стараюсь напиться. И сон, и я Меня Оставь Дай свой Ответ Когда тебя рядом нет И сон, и я Оставь Меня Оставь Дай свой Ответ Когда тебя рядом нет Дай свой Дай свой Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дай свой ответ Когда тебя я надеюсь Ну а это конечно Сюда вот людей приводишь И они так начинают Тихо охеревать Во-первых Очень хорошая акустика Как обычно у нас В этих замечательных заведениях Ну и дворы характерные Но это еще на самом деле Не самый может быть Злачный Здесь мы традиционно рассматриваем Всевозможные коммунальные квартиры Потому что вот видите на третьем этаже Металлопластиковые окна На втором металлопластик Окно, окно, окно И они все разные Да, то есть пожалуйста Добро пожаловать коммуналочку Здравствуй, кисонька Мечтающая о рыбоньке Вот она Это холодильник Это наш холодильник Да? Да А мы хотели его забрать Пожалуйста Договоритесь Договоритесь? Давайте Вы мне платите деньги И я его забираю Как вам такая сделка? Так вот нифига себе Ну а что Да Утилизировать-то надо же Ну а сейчас Вот когда я вожу экскурсии Сегодня я как раз Одну из них буду здесь проводить Мы проходим Вот в эту арку Интересно Вот не надо будет пригибаться? Да? Конечно То есть прикиньте Да? То есть Ну если находятся Очень высокие люди То вот они вот так Вот тут проходят И попадают Вот в этот двор счастья Мы здесь снимали Замечательный видеоклип Если вы не видели Посмотрите Москва Подари нам Собянина Это же прекрасно И чудесно Во всех отношениях Вы посмотрите Какой Вот Вы просыпаетесь Подходите к окну И смотрите на радостную Великолепную систему И ваша жизнь Наполняется Смыслом Глубочайшим Согласитесь, да? А здесь у нас Несмотря на то Что есть список квартир Враг Не пройдет Ну или вот Смотрите Как чудесно Бетончик Бетончик И Вентиляционное окошечко В общем Радость Радость В нашем доме Ой Да Ну и сейчас Мы соответственно Будем выходить На ту самую улицу Связанную С именем Цоя У него Папа Как вы понимаете Был кореец Мама Русская И Бальчик Рус Таким Подвижным И однажды Когда Родители Уехали На дачу Они Оставили Вот у нас Какой дом Ой Тут есть такая Потрясающая фотография Прямо смотри Прямо вот из этой арки Сделано То есть вот Если показать Вот туда Вот здесь стоит парочка Вот здесь Целуются Прямо угадывается Кирпичная фактура А там идет Человек Однажды Они уехали На дачу Оставили им 100 рублей И Витя На эти деньги Купил Себе гитару Первый аккорд Ему показал Папа И потом Как-то месяц Перебивался Жили они На Юзе На Юго-Западе Там сейчас Кстати тоже Поставили Памятник И вообще Это все Там прямо Связано С его Культом Вот Ну он Песенки Пописывал Прямо сюда Там она И располагалась Дальше Если мы посмотрим На панораму Вот отсюда Вот туда Мы тоже увидим Что нифига Здесь не расписано Еще Никакого Культа Вити Цоя Нет В таком Масштабе Ну и Соответственно Трубы Здесь торчали Раньше Которых Здесь сейчас Тоже нет Вот это здание Планировали снести Буквально Недавно Да Сначала Его Обозначили Значит Аварийным Так вот Прикиньте Его спасло То что Витя Цой Здесь жил Кстати Здесь Работал Нет Он тут и жил Они тут и жили И работали Ну то есть Как бы Нет Ну понятно Официально Он тут и работал Сейчас мы об этом поговорим Помимо него Кстати Еще работал Башлачев В этой котельной Вот смотрите Какая чудесная Тоже Часть Экстерьера Шарик Сотка Рыба Гусь Гоголь Ван Дайк Шкудель Мотя Модина Басову Прудная Цой Жив Цой Тра-ля-ля В общем Цой Везде Цой Везде Я был еще Слишком маленький Я единственный Застал Вот Мне было 15 лет Я успел Его похороны Блин Конечно Отлично И что вспомнить Но вы не представите Какая шла Толпень По Кондратевскому проспекту Никто не знал Что его уже похоронили На самом деле Они это сделали утром Потому что Они предполагали Что будет давка В Советском Союзе Была статья За тунеядство Вспомните Бродского Ну и соответственно Поскольку Цой Он сначала У нас Учился В Серовнике Откуда Его выгнали За Неинтересно Говорили Что за Увлечение рук Музыка На самом деле За неуспеваемость Здесь у нас Есть рисунки Его Прямо Вот Да Вот этот Вот этот Вот там тоже Ну и гитара Которую Марьяна Подгнала Вон там Мне особенно Вот те Вот нравятся Человечки Погоди ближе Сейчас Они сфоткаются Девушки Надо сделать Лицо Более романтичным Видно тут нет Да я попробую Подсветить Я попробую Летс плей Багвинтон Они играют На самом деле Вот здесь видно Что у него Очень Ну как бы Такой дизайнерский Тип мышления И Сейчас я вам Подставлю пару Кодок Где он Прямо Кидает Этот Уголь Но вообще Если вы хотите Погрузиться В эту атмосферу То посмотрите Фильм Алексея Учителя Под названием Рок То есть Там Собственно Прямо Кадры Где он Это все Делает Ну в общем Из Серовника О привет Еще раз Once again В общем Из Серовника Он Вылетел Потом Еще у него Была пара Работ Ну и вот Чтобы не Подпасть Под эту статью Он пришел Сюда Этот уголь Кидать Здесь у них Была самая Настоящая Тусня Абсолютно Характерная Для той эпохи Он уже Тогда познакомился С своей Будущей женой Марьяной В одном Документальных Документальных фильмов Я услышал Как Она Написала Ему На На лбу Помадой Номер телефона И он Проснулся Ему было Сколько 19 лет А ей было 23 А она уже Побывала Замужем И Большинство людей Которые узнали Они сказали Что в принципе Это Марьяна Сделала из него Ну вот Как бы Рок-звезду То есть Вот он Выработал Вот это Вот 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 Это Вот Все Потому Что Сначала Это Был Такой Закомплексованный Мальчик Живший В позднем Советском Союзе Отживающем Уже Свое А Закончилось Это Все Стадионом На Олимпийском Многотысячном В общем Этот Вообще Цуевский Цуевское Достижение Мало Кто С тех пор Мог Повторить Из Отечественных Звезд И Я Помню Что Мы ходили В кинотеатр Современник На севере Смотрел я Фильмаса Который Меня Тогда Впечатлил Я Тут Встретил Недавно Бананана На Садовой Улице Он Шел Со Своими Двумя Детьми И Я Говорю Вот Хотел Бы С вами Сделать Проходочку Он Мне Дал Адрес Свой Электрон Я Написал Но Он Мне Приел Приел Со Всякими Интервью И Всем Остальным Не Изменился Кстати Абсолютно Что Ему Там 20 лет Что 40 Что Еще Больше Все Одинаково Выглядит И В конце Как вы Знаете Там Звучит Песня Перемен И Вот Все Говорят Что Цой Пел Не Про Те Перемены Которые Последовали И Режиссер Соловьев Говорил Что Когда Он Присутствовал Там В Парке Культуры Горького Где Вся Толпа Скакала Орала Перемен Перемен Он Говорит Отрубите Мне Обе Руки Что Никто Вообще Не Предполагал Что Последует И Что Про Эти Перемены Шла Речь Цой Пел Про Некую Внутренную Замкнутость Про То Что Заедает Вот Эта Советская Ботовуха Но С другой Сотра Как бы Она Могла Не Заедать Если Не Произвести Какие-то Радикальные Перемены В Обществе Согласитесь Про Цой Мы Сейчас Еще Продолжим Потому Что Здесь Мы Вышли К Такой Чудесной Площадочке С Такой Лесенкой Я Если Найду Когда Уже Таджики Ломали Внутренние Перекрытия И Как я Выяснил Это Все Дело Готовилось К Бассейну Огромное Бомбоубежище Легендарный Клуб Тоннель Первый Техноклуб В России Дело В том Что Мне Вот Эта Вся Культура Скажу Честно Никогда Не Была Близка Я Сидел В грядке Вот Той Которая Ходила В клуб Там-там И Интересовался А вот Ребятки Которые Значит Носили Зеленые Ботинки На высокой Подошве Красили Волосы Странные Цвета А самое главное Потребляли Очень странные Вещества Они сюда Конечно Ходили Толпами И Например Динамики Здесь Специально В такой Сетке Находились Потому что Конечно же Сюда ходили Всевозможные Бандосы Которые Знаете В какой-то момент Любили нырять Туда головой В эти динамики Иногда Бывала такая ситуация Что бандиты Встречали Диджея При входе И говорили Так Диджей Значит Ты ставишь Две песни Хардкора А одну Шуфутинского А потом Еще две Драман Бейса А одну Шуфутинского Ну Диджей Естественно Их Не слушался Ставил Ту музыку Которая Ему Была Близка И Уходил Огородами Долгое Время Боролись Конечно С этим клубом Окрестные жители Потому что Ну и Наряды сюда Как Там-там Прилетали ОМОНовские С целью Прикрыть Лавочку В итоге Прикрыли Хотя Конечно же Народ Выпасали Еще От станции Метро Горьковская Ставили Наряды Милиции И как Только Они Видят Какого Нибудь Подростка С очень Странной Внешностью Они Чпок Ну-ка Покажи Кармашки Вот Он Показывал Поэтому Тоннель Прикрылся Надо Конечно же Отдельно Сделать Интервью С каким-нибудь Хаосом Возможно Потому что Уже И книжки Написаны И вообще Вся Вот Эта Культура Которая Ну вот Сейчас Я понимаю Что Наверное Это тоже Часть Альтернативной Культуры 90-х Хотя Для меня Это Конечно Была Попса Жутчайшая Но Все Познается Сравнением И со Временем И Возможно Отдельный Выпуск Мы Сделаем Именно С теми Кто Стоял У Истоков Этого Прекрасного Заведения Ну А Цой Проработав Вот там В этой Котельной И Более-менее Когда они Начали Соответственно Уже Завоевывать Популярность Он Познакомился С человеком По фамилии Айзеншпис Точнее Его Свели Айзеншпис Вот надо Сказать Он Вышел Из тюрьмы А сидел Он в тюрьме В принципе За ту деятельность Которая Сейчас У нас Является Общим Местом То есть Он Занимался Там Продажей Валюты Он Пытался Устраивать Концерты То есть Он Грубо говоря Занимался Продюсированием В советское Время За это Сажали И Эпоха Изменилась Он Выходит И Он Уже Четко Совершенно Понимал Что Он Хочет Опять Заниматься Музыкальным Продюсированием Ну И Спросил Погляделся Вокруг Спросил Че Кто Тут На подъеме И вот Ему Прорекомендовали Группу Кино Они Встретились И Они Очень Быстро Нашли Общий Язык То есть На самом деле Виктор Цой В отличие От многих Вот этих Наших Рокеров Которые Гордились Грамотами Полученными Рок Фестивалях Которые Проводились Там Не знаю Норминштейна 13 Он Довольно Проходите Он Довольно Быстро Понял Что Пришла Совершенно Другая Волна Судя по всему Там была разработана Как бы сейчас сказали Некая Пиар-стратегия То есть Где-то там Телевизионные эфиры И прочее И прочее И вот он Выстрелил Выстрелил так Что Кому бы Рассказать Об этом В 1984 Году Мы с вами Пришли в очередной Закуток Такого Нью-Йорка Видите Вот эти Лестницы Закуток Нью-Йорка Да Можно вводить Новый мем Ну кстати Они у нас есть Их мало Но они есть То есть Вот эти Пожарные лестницы По которым Вечно Они в боевиках Гоняются И по которой Я узнал Что у меня Есть отличная семья В Братья 2 Он примерно По такой Истории Поднимается Ну и вот здесь Посмотрите Мне очень нравится Ассортимент Ну все нравится Да Но мне очень нравится Ассортимент Окон Значит На верхнем Этаже Оно заделано Дальше Такое старое окно Потом Вот видите Часть кирпичом Часть металлопластик И внизу За решеткой Металлопластиковое окно А вот здесь Кстати Еще иногда Вот он Да Весит Такой массивнейший Замок Прекраснейший Ну а это Видать Для того Чтобы Ночные твари Не проникали В В эти окна Мы идем дальше То есть Я к чему Да Очередно Извините Маячки Вот они Да Но поплыл Вот какого 20.02.18 Поставлены Они Цой Вот я посмотрел Пересмотрел Точнее Несколько Его интервью Вот он Был из той Породы Людей Которым Как и Бродский Которым хотелось Чтобы от него Отвяли А заниматься Творчеством То есть Он хотел Просто играть Рок-н-рол И он Вот его Когда спрашивали По поводу Согласия Или не Согласия Он говорит Вот если люди Которые Послушат мою музыку Ну как бы со мной Согласятся Ради Бога Если нет Так и тоже Ради Бога А эта позиция Она Вы знаете Вот сейчас Она особенно Крайне Такая Выпуклая Не дает Покою Многим людям Потому что Ты всегда Должен быть С кем-то В чем-то В каком-то Движении И особенно Это касается Медийных Личностей Таких Каким Явлся Витарцой И крайне Забавно Как сейчас Вот его Имя Периодически Подпадает Под ту или иную Какую-то Концепцию То есть Люди Берут Виктора Цоя И вкрапляют В какие-то Свои Там Типа Идеи А вот Был бы Виктор Цой Жив Или то Все Пятое Десятое А вот Что бы он На самом деле Я кстати Поддерживаю Ту мысль Что возможно Он бы занялся Тем К чему Его Тоже Душа Тянула Кинематографом Не исключено Он же Снялся Тоже В прекрасных Кинокартинах Пересмотрите Фильм Игла А сейчас Он смотрится Совершенно Вообще По-другому Режиссер Он добился Того Что Люди Должны были Играть Сами себя Чем Собственно Они там И занимались Вот здесь Я нашел Совершенно Тоже Убийственную Фотографию То есть Если мы Развернемся Посмотрим Туда Где идут Наши Две фотографии То мы Увидим Фотографию Старого Образца Снятую В этих Дворах Вообще Петрограсская Сторона Вот вы заметили Да Вот мы так Я говорю А мы там Тем временем Идем Идем Из двора Во двор Из двора Во двор Вот ее Она Как швейцарский Сыр Ее реально Я уже об этом Говорил в других Выпусках Можно пройти Насквозь Раньше было Вплоть до самой Петрограсской Стороны И у нас здесь Рядом Лиза Чайкина Был такой Сквод Про который Алеша Рассказывал В конце Моего выпуска Про Лиговку Где мы Говорили Про Грибочную В основном Конечно Про Клуб Гора Который Возник И сгинул Это кстати Была уже Следующая Генерация Музыкантов То есть Это уже Были 90-е Года И Опять-таки Мы не знаем Как бы Повел себя Цой В то время Потому что Все Начало Быстро Меняться Все Начало Быстро Коммерциализироваться И самое главное Появилось Вот это Понятие Говнорок Против которого Боролся Сева Гакель В Клубе Там-там То есть Он Благодаря ему Появилась Новая Формация Музыкантов Текилы Джаз Марк Шрайдер Кунст Кирпичи Ну и конечно же Король Ушут Вот Опять-таки Мы этого не знаем Поэтому Мне кажется Что спекулировать На тему Кто бы Что бы там Виктор Цой Сказал бы сейчас Чем бы он Занимался В какую сторону Он бы глядел Какую он не глядел Это все бесполезно И никому не нужно Когда вы встречаете Такие попытки Вы сразу Понимаете Что Ну вопрос Не Виктор Цой А вопрос В том человека Который пытается Это все дело За уши притянуть Да Сову на глобус Я вам хочу Рассказать Свою личную историю Как мне Виктор Цой Помог Очень сильно Я в 2004 году Ну сегодня Такой Немножко личный выпуск Хотя они Наверное все Личные В 2004 году Я переехал в Москву Вот Здесь Я очень люблю Показывать Блин тут Елочка Хрен с ним Вот Посмотрите Вот туда Да Какая кривая Какое кривое Все Кукоя Кукоя Все кривое В этой жизни То есть Это на самом деле Флигелек Пристроенный К другой Брандмауэр На стене Но посмотрите Блин Как он завалился И Ну правда Конечно Гоупро Еще и сама Добавляет кривизны Но тем не менее Значит Я переехал В Москву И я попал Совершенно В какой-то Космос То есть Все что было Я работал Главным редактором Большого Глянцевого Журнала Про моду Шмотки И все остальное Все что в Петербурге Мне казалось Правильным Стильным И интересным В Москве В той среде Почему-то Оказалось За шкваром А наоборот Все что здесь Мы считали Отвратительными Вещами И там Не знаю Приверженностью И озабоченностью Этими самыми Брендами И всем остальным Там наоборот Очень сильно Было востребовано И я Просто Начал терять Почву под ногами То есть Я вот работал У меня было Очень мало Знакомых Пальсовских Москвичей Ну или там Те кто таковыми Себя считает Жил я на Станции метро Аэропорт А работал на Станции метро Сокол То есть Я ходил там Одну станцию метро Пешком И вот Я просто понял Что у меня Действительно Почва выезжает Из-под ног И надо что-то делать Что-то делать Надо что-то делать И что я сделал Я на тот момент Как вот Данила Багров Я купил себе Компактный диск Только не с Одним альбомом А с набором МП3 То есть Там были все альбомы Группы кино Я вот как сейчас Помню Зима Жутчайшая Я выхожу из редакции Последним Уже начало первой ночи Потому что Мне надо было сделать Новый дизайн Макет Новую концепцию Журнала Собрать редакцию Московскую В общем там Ворог задач С которыми я справился В итоге Я значит В наушники В наушники Уши в наушники Или Нет Наушники в уши Да? Уши в наушники А я маленький Фрактинштейн Уши в наушники Вот Капюшон на голову И своей такой Американской военной куртки Я иду И вот Как бы Слушая Вот это Гуляя Последний герой Все такое И прочее Я вдруг Как бы Обрел Ну Обрел обратно себя Я не знаю Как это объяснить Но мне реально Цепь помог Да Ну вот Понимаете То есть ты Когда ты оказался В такой немножечко Чуть ли даже Невраждебной среде Вот он мне Ну была На тот момент Для меня Да Потом она стала Мне дружелюбной средой Вот там смотрите Как чудесный домик Сохранился Деревянный А вот если мы посмотрим Вот сюда На старую фотографию Мы увидим Фабрику Светоч Она вообще Изначально была Владельцы Немцы были Светочем она стала После Революции И какое-то Время Она была И носила имя Бубнова Бубнова точнее Бубнов это человек Чтобы понимали Который Стоял у истории Стоков ликбеза У нас в стране Крупская им восторгалась Говорила Что человек На своем месте Я вам сейчас Поставлю фотографию Чудеснейшую С 15 съезда Большевиков Где Вот они все Смеются И Иосиф И Зарион И все остальные Бубнов Находятся Прямо за Сталиным Кое-кого Вы там узнаете Возможно Если интересуетесь Вопрос Знают ли они Эти ребятки Что оказывается Они все Антисоветчики И предатели Родины В частности Бубнов Потому что Его в 38-м году Расстреляли И прикиньте Это же Это фабрика Которая Производит Нереальное Количество Печатной продукции И везде Там написано Фабрика Именно Бубнова А тут Бубнов Значит Брак народа Че делать Че делать Делать Та че И короче Массовое изъятие Этой продукции Значит Имя это Вытирается Из памяти Народной Ну Потом оно Потом он Был реабилитирован Естественно Там После смерти Сталина Но вот Очередной Казус Из Из нашей Советской Действительности По этой стороне Мы прошли Здесь находилась У нас Мы куда идем Мы сюда идем Здесь у нас Находилась Штаб квартиры Митьков Скажем так Да Мансарда их В свое время Я делал интервью С Сапегой Он Он был Издатель Что он там Такое Панки хой Рэп отстой Ну почему Рэп отстой Ну Рэп Он разный бывает Есть хороший рэп Точно так же Как и панк Есть Клевый Крутой Панк А есть Отстойный Панк Поэтому Но Пусть будет так Вот это здание Все и жду Когда его Наконец Приведут Божеский вид Мы его На самом деле Обошли С обратной стороны Вот Там Иногда Подростки Бегают Вот видите Очередная У нас Котельная Я вспомнил Это слово Да Сапега Это один из меськов Которого Было Так Ну чудесное Издательство Красный матрос И он мне Рассказывал Что Нет Тут Иногда Очень интересно Бывают Инсталляции Но в этот раз Они отсутствуют И он мне Рассказывал Как меськи Бросали бухать Вот меня Вот эта Вся тусня Артистично Музыкально Вот той эпохи Потому что Это в принципе Мы говорим Про одно поколение И с Стоим в том числе Она мне Вот все время Вот я это Не раз говорил Она мне смущала Вот этой Алкогольной Зависимостью Очередной У нас видите Двор полуколодец Шикарнейший Во всех отношениях Вот тут Вот с зелеными Листочками Зеленый Листочек Зеленый Листочек Прилип он На стенку И кровоточит Панк Говно Рэп Отстой А вот Еще Прекрасное А Ля пота В общем Они стали трезвенниками Большинство из них Ну как и Олег Гаркуш С которым у нас было Интервью Из Гаркунделя Ну потому что Ну а что вы хотите Да Рокенрол Рокенролом Жить-то продолжается Если хочешь жить То пожалуйста Смотрите Вот чисто Петербургская Картина Как часто я произношу Эту фразу В своих выпусках Наверное потому что Мы в Петербурге Внезапно 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 Мы стали В Питере Сейчас мы Идем направо У нас такой Круговой Тур сегодня Сколько там времени Там вообще успеваем 17.30 Мама дорогая Надо Ускоряться Ребята Павел Добрый день Я смогу попасть Сегодня на 18 часов На сайте Билетов уже нет Ну вот что мне Ну приходите Ну что мне Ответить девушки Будем ходить Опять Организованный Толпой Коровы шли на водопой Мы обратно Вернулись То есть мы Вот были Вот там Это Вот здесь Большая Пушкарская А вот эта улица Она называется Съежинская Почему Потому что Там в самом начале Раньше был Тот самый Съежий дом Съежими домами Напоминаю Назывались Полицейские части Это был Микс Полиции И пожарных То есть Вы Соответственно Попадали туда Да Еще это был И административный центр Своего рода То есть Как мы сейчас сказали Может быть Паспортный стол И вот мы заходим В очередной двор И что мы видим Неожиданно Оказывается Мы видим Очередную У нас Котельную Видите Вот так Петроградка Собственно Ой мы Божечки Мы Смотрите Что мы видим Мы сейчас Мы сейчас Заснимем Процесс Создания Арт Объекта Ничего себе А кого вы рисуете Можно поинтересоваться Ози Ози Крафт Бир Бар Это бар Да Ну поэтому Скорее всего Никакой ЖКХ Это не Не затрет Нет Ну это Дверь Она закрывается Ну понятно А вы просто Потому что владельцы Или вы какое-то Арт объединение Владельцы Заказали Попросили Ну а как вас найти В интернетах Давайте мы Здравствуй Песик Меня можно найти В инстаграме Я просто Подсобный Да Как Меня Алина Артач Алина Артач Да Можно найти В кое-то веке Мы нашли А это ваша Алина Артач Это моя Собака А как ее зовут Я зовут Серафима Серафима Ты веришь в бога Серафима Такое Православное имя Ну что же Алина Артач Я желаю вам Торжественно Закончить Ваше произведение Ози жив Ему сколько 74 По-моему Сейчас уже Или 73 Все Ладно Успехов Это случилось Я все ждал Когда мы будем Где-то ходить И кто-то будет Это Но здесь не Здесь Кистями Малюют Я тут делал пост Кстати Такая прогулка Размышлений Павла Перца Просто Посмотрел Концерт Элиса Купера А потом Посмотрел Концерт Ози Осборна И подумал Одному Ну Сейчас То ли 73 То ли 74 Года Ведь эти парни Нюхали все Что пылится И трахали Все что движется Понимаете Своей жизни И вуаля Как бы Живее всех живых Никис Икс Из Мотли Крю Который вообще Сидел на героине Он нарожал детей Сейчас ходит Сораженный зал Мотли Крю Опять дают концерты Там по-моему Чуть ли не альбом записывают Это не значит Это не значит Что всегда Так Потому что Да Есть и другие Примеры Например Вокалист Элисон Чейнз Моей любимой группы Вот здесь Кстати Была Эта самая Свежинская часть Полицейская Да Но Вот Как вот оно все устроено Как говорил Черчилль Да Который тоже Отнюдь не Не страдал Этим Как его Здоровым образом жизни Я всему обязан Спортом Я его никогда Не занимался Значит Вот это На самом деле Вот Вот все То что мы здесь видим Я сейчас подставлю Несколько картин Картины Все Насмотрелся на картину Несколько фотографий Это у нас Бывшие склады Маскательных товаров Маскательные товары Это Я всегда спрашиваю себя На экскурсиях И вот теперь Если вы придете ко мне На экскурсию Вы сможете ответить на этот вопрос Это бытовая химия В Москве В охотном ряду Был маскательный ряд У нас Рядом с опрашкой Есть маскательный переулок То есть Там торговали Этим всем И вот эти склады Они раньше Вот эту Химию хранили Значит Есть Чудесные фотографии Где эту химию Сгружают И она Отправляется На лошадях Вот А потом Она отошла Цветам Компания Оранж Одна из самых Теперь уже старейших Получается У нас в городе До сих пор Вот отсюда Развозит цветы По всему городу Сейчас Когда мы выйдем На Зверинскую улицу Названная так Потому что Она идет Прямо к этому Зверинцу Вот здесь Вот раньше Вот здесь Я поставлю фотографию Чудеснейшую Заправка Бензином И керосином Обратите внимание Как это все Дело происходит То есть Если мы пойдем туда То мы Придем к зоопарку Вот видите Это на самом деле Бывший склад Москотельных товаров Ну а мы Тем временем Потихонечку Закольцовываем Нашу экскурсию У меня К сожалению Такой график жизни Что Ты бы и рад Можно конечно Пройти и здесь Ну пойдем здесь Через двор Хотел через ту Собачью площадку Пройти Но раз уж тут Раз уж тут Да Там специальная Собачья площадка Есть Где Любители собак Выгуливают своих Как принято говорить Домашних питомцев Да Значит Я Я Да График Очень напряженный И я Не то чтобы Там Видео Не успевая делать Жить то я Не успеваю Господи Какой котик Приятный Черненький Кисенька Здесь очень Благоустроенный двор Кстати Есть фотографии Ооо Ты посмотри Ты посмотри Сколько вас А Киски Кись 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 Им пофигу Но вот эти Да Эти какие-то Поспокойнее Вот еще Одна Но Ты Пити 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 Да Но Тем не менее Вы В состоянии Прийти Ко мне на экскурсии Которая проходит В четверг В пятницу Суббота В воскресенье В четверг и пятницу Они идут В 20.00 В воскресенье Суббота Они идут в 6.00 Если нет анонса Вперед То соответственно Просто ждите Они появятся Я их иногда выкладываю Аж за неделю Ну и точно так же Естественно После экскурсии Вы можете приобрести Там книжки Мои В этом случае Я их подписываю Они все с автографом Но Если Вы Не в состоянии Прийти Вы в другом городе Живете Вы можете это сделать По интернету И мы вам Подошлем Волшебные почты России И не удивляйтесь Все доходит Потому что у нас Процесс отлажен На им коробочке Они это все Упаковывают Высылают Но он С вами Трек номер И все Всегда Прекрасно И счастливо Заканчивается Книжечки Выглядят Следующим образом Во-первых Книжка Про пиар Во время Русско-японской Войны С большим Количеством Картинок Про пиар Технологии Путеводитель По Невскому Невский С перцем Фактически История Нашей Российской Империи И Остросоциальный Роман Корень Про конец 90-х Начало Нулевых С интересным Детективным Мистическим Сюжетом На этом все Друзья мои С вами был Гид Павел Перес Увидимся Пока Пока